Дом Героя Социалистического Труда Народного Художника СССР, лауреата Государственной Премии Крымской СССР имени Токтугулы Сатылганова, Великого Художника Гапара Айтива, находится в самом центре столицы, на пересечении улиц Бакамбаева и Розакова. Когда-то в этом доме он жил и писал свои великолепные картины, но на сегодня его состояние оставляет желать лучшего. Окна разбиты, внешний фасад дома разрушен, а на его территории царит полная антисанитария. К сожалению, расстраивает и тот факт, что лица без определенного местожительства превратили этот дом в свое пристанище. В социальных сетях активисты забили тревогу с просьбой, чтобы власти обратили внимание и привели дом в должное состояние. Я постоянно прохожу мимо этого дома и смотрю на его состояние, которое оставляет желать лучшего. Из-за этого я разместил видео в социальных сетях. Мы не должны равнодушно относиться к судьбе этого дома, ведь здесь жил и творил свои шедевры великий художник Гапара Айтеев. Я думаю, было бы хорошо, если бы со стороны правительства или же Джоорг Кенеша приняли закон, который защищал бы такие дома великих людей. Думаю, такой закон сейчас как никогда актуален. Хочу отметить, что дом Тугульбая Сыдыхбекова тоже находится в плачевном состоянии. Тем временем в Бишкеке имеется мемориальный музей-мастерская Гапара Айтеева, который заведует его сын Сатар Айтеев. Конечно же, мастерская художника сохранилась довольно лучше, нежели его дом. По сообщению столичного муниципалитета, дом художника находится в частной собственности и никакого отношения к ним не имеет. Поэтому они не могут им указывать, что с ним делать. В свое время этот дом был выведен из списка объектов культурного наследия. Как раз есть процедура, по которой либо вводить, либо выводить можно только согласие собственника. По нашей информации, два сына между собой сейчас находятся в судебном процессе, потому что один из сыновей хотел продать этот конкретно дом, который находится на Баканбаево-Розаково. И на сегодняшний день у них суды не завершены. И мы, к сожалению, затрудняемся ответить, что будет дальше судьбой дома художника. Мы связали с сыном художника, который не захотел давать интервью на камеру, но сообщил, что на сегодня идут разбирательства между родственниками художника по поводу этого дома. Если вопрос решится, они собираются его продать. А из-за этих многолетних разбирательств между родственниками дом пришел в такое плачевное состояние, что его даже крайне сложно будет восстановить.